здравствуйте товарищи начинаем следующую лекцию тема нашей лекции социальное бытие и социальное сознание ну мы с вами когда рассматривали вначале вопрос о том что первично что вторично рассматривали вопрос о бытии и сознание и говорили что бытие первично осознание вторично точнее речь шла о том что вот материя первично осознание вторично а здесь речь уже совсем о другом не о том что вот бытие первично осознание вторично о том что является определяющим общественное бытие или общественное сознание а для этого надо разобраться в том что такое общественное бытие и что такое общественное сознание иногда высказывают такой тезис и быть и определяет сознание но я думаю что вы слышали часто такую фразу это фраза совершенно неверная Вот бытие человека, скажем, Фредрих Энгельск, был сыном фабриканта. А сознание у него какое? Буржуазное? Мелкобуржуазное или пролетарское? У него не только сознание пролетарское, он один из вождей мирового пролетариата. Или Маркс. Какое у него было бытие? Ну, вот он был такой буржуазный интеллигент. А какое у него сознание? Тоже он один из вождей мирового пролетариата. Вот Владимир Ильич Ленин. У него бытие сына работника системы образования. Ну, достаточно высокопоставленного. Который потом получил дворянство, когда Ленину было 16 лет. Так что Ленин был дворянин. Кстати, из Дзержинской тоже был дворянин. Но вы не скажете, что они были дворянами, Ленин и из Дзержинской, что это определило их вообще поведение, их сознание. Никаким образом. Поэтому широко распространенное утверждение, что бытие определяет сознание, это в корне ошибочное. А что определяет сознание отдельного человека? Есть такая работа, очень маленькая, буквально несколько страниц у Карла Маркса, которая предшествовала немецкой идеологии, совместному большому труду Маркса или молодых Маркса и Энгельса, которая гласит, что человек есть продукт обстоятельств и воспитания. То есть, разные бывают обстоятельства в жизни. На вас кто-то повлиял. Вы встретили такого человека, который вам очень понравился, или который оказался очень умным, очень таким тактичным, который многое вам объяснил, многое вам рассказал, многое вам помог. Заработал у вас очень большой авторитет, и он, этот человек, и так бывает, так на вас повлиял, что это изменило вашу жизнь. Поэтому и говорят, что человек есть продукт обстоятельств и воспитания. У другого человека так и случилось, что вот у него вдруг умерла мать молодого малого, когда он еще был мальчишкой, и это его всю жизнь ему очень сильно изменило. Так что вот, не в том смысле, что у него бытие, в смысле дома, в смысле продуктов изменилось. А изменился сам способ его существования, и поэтому это обстоятельство очень поменяло ту ситуацию, в которой он находился. Человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Поэтому можно сказать, что вот идеология, и в том числе обучение, изучение каких-нибудь фундаментальных работ, изучение фундаментальных великих произведений, может так на вас повлиять, что вы можете стать великими. Поэтому путь к тому, чтобы что-то сделать, лежит через изучение того, что было сделано раньше, и сделано не какими-нибудь пигмеями, а сделано великими нашими современниками. А кто является нашим современником? А тот, кто продвинул далеко мауху, и чьи произведения являются гениальными. Гениальными, классическими. Это значит такими, которые вошли в основу всего человеческого развития, в том числе и индивидуального развития. Если человек читает всякую ерунду, то у него и сознание будет ерундовое. А если человек читает и изучает фундаментальные творения и произведения, то, соответственно, у него и сознание другое. Так вот, что же такое общественное бытие? Под общественным бытием понимается материальное производство. Это вот понятие общественное бытие Маркс и Энгельс разработали как производство общества. Но смысл этого понятия в том, что для того, чтобы заниматься наукой, искусством, культурой, для того, чтобы заниматься чем-нибудь другим, надо прежде всего иметь средства для жизни, иметь кровь над головой. И благодаря тому, что у вас есть пища, одежда и кровь над головой, вот благодаря этому вы можете заниматься всякими другими делами. Но так в обществе сложилось, что, начиная с предложения первобытно-общинного коммунизма, после того, как стало образовываться рабовладельческое общество, уделом одних людей стало добывать пищу для всего общества, а другие в это время могли заниматься как раз науками и искусствами, развивать культуру и так далее. Общество стало быстро развиваться, в силу того, что появился научный прогресс и культурный прогресс. Это с одной стороны. А с другой стороны, судьба тех, кто, будучи рабами, добывал средства для жизни и обеспечил благосостояние всего общества и высшего рабовладельческого класса, судьба их была такова, что их возраст трудовой жизни был примерно 15 лет. Через 15 лет человек после своего труда, он, по сути дела, уже превращался в дряхлого старика и умирал. Потому что рабов не жалели, враги рассматривались как... Рабы рассматривались как враги, которых пленили, поэтому они должны были благодарить тех, кто их пленил за то, что их не убили, поскольку победитель имеет право убить своего противника, победённого. И никаких прав эти самые рабы не имели. Вот благодаря такому общественному бытию, которое строилось на рабском труде, стало развиваться общественное сознание. А какое общественное сознание? Ну, понятное дело, что это общественное сознание было сознанием рабовладельческим. И в этом уже проявило себя то, что общественное бытие определяет общественное сознание. Что сознание общества определяется тем, каково его это общественное бытие. Если общественное бытие рабовладельческое, то сознание рабовладельческое. Это не значит, что нет других элементов сознания. Когда говорят, что сознание рабовладельческое, Это вовсе не значит, что все идеи, которые возникают в этом обществе, они в интересах рабовладельцев. Скажем, те идеи, которые возникли у Спартака и которые привели к такому мощному восстанию против рабства, восстанию Спартака, ясное дело, что это не рабовладельческие идеи. Но, тем не менее, они порождаются в этом обществе, в большинстве голов этого общества и в общем и целом в сознании господствует идея рабовладельцев. Для того, чтобы разобраться в том, что такое общественное бытие, более подробно, надо разобраться в том, что такое производство. Мы говорим, что в основе всего развития общества лежит производство материальных благ, производство и воспроизводство материальных благ. А что такое воспроизводство? Производство – это означает, что не одноразовый акт произошел, производство, создали, распределили и потребили. Нет, это значит, что постоянно совершается процесс создания материальных благ, эти материальные блага идут, так или иначе доходят до своих потребителей, производства. То есть, происходит, допустим, обмен, затем может происходить распределение в ходе этого обмена и в ходе уже производства. Уже, собственно говоря, идет распределение, потому что те, кто организует производство, они предопределяют, как будут распределяться эти самые, и кем они будут потребляться, эти материальные блага. И, наконец, потребление. Вот такой постоянный процесс производства, обмена, распределения и потребления, постоянно совершающийся процесс называется воспроизводством. А поскольку количество материальных благ увеличивается, то это производство называется расширенным воспроизводством. И, собственно говоря, все производство, которое имело место в ходе человеческой истории, было расширенным воспроизводством, все время возрастало производство материальных благ, и так и сейчас оно продолжает возрастать. Хотя мы знаем, что бывают кризисы, когда какое-то время снижается производство, потом оно снова возрастает. Темпы роста могут быть низкими, могут быть высокими. Темпы роста зависят от того, на какой стадии находится данное общество. Если это молодое рабологическое общество, оно быстро развивается, а потом, когда те люди, которые возглавляют это общество, они, не будучи трудящимися, будучи паразитами, когда они уже потеряли способность и ясно мыслить, и ясно управлять и вести общество вперед, происходит загнивание этого общества. И после того, как это загнивание уже осуществляется, то создаются условия для изменения этого общественного строга. Могут возникнуть в этом обществе и другие идеи, что это общество никуда не годится, что такой строй, он вовсе не прогрессивный, а строй реакционный. Это строй угнетающий, это строй противный нормальному человеческому поведению и сознанию, что этот строй должен быть уничтожен. И в этом же самом обществе, при этом же господстве этого же самого господствующего класса, начинают развиваться, распространяться идеи, прямо противоположные этому самому классу. Другое дело, что идеи, противоположные этому классу, они могут быть не оформлены в научную систему, они поэтому не представляют собой стройного учения, и они сводятся к отрицанию, потому что вот, ну вот, ластание было Спартака, а чем бы оно закончилось, если бы выиграл Спартак? Тем, что бы во главе, скажем, этого государства рабовладельческого стал Спартак. Или, что, взяли и всех рабов отпустили, и что произошло бы с этим обществом? А другие бы государства, владельческие, отмобилизованные, организованные, у которых есть соответствующие подготовленные воины, у которых налажено производство, налажено нормальную жизнь, напали и уничтожили бы это общество. Поэтому из таких отрицательных действий, из отрицания самого по себе, еще не выходит создание чего-то другого. Это очень актуальная эта мысль, и сейчас вот. Сейчас у нас очень развитые, можно сказать, распространены протестные действия. Меня бьют, а я протестую. У меня ухудшаются условия, а я протестую. И другие товарищи протестуют. У нас удлиняется рабочий день, у нас не повышается зарплата, в связи с инфляцией идет понижение покупательной способности, заработной платы. То есть у нас отбирают по существу средства к существованию, причем как бы законным путем. Объясняют, что это стихийные бедствия. Хотя инфляция – это повышение цен не на все товары. Повышение цен на все товары, кроме товара, рабочая сила. То есть зарплата не растет, а все товары остальные повышаются. Вот мне это напоминает такой образ. Я однажды ехал на наших теплоходах по долге, по стране народной правды, и не раз проезжал через шлюзы. Вот представьте себе, шлюз вот туда заходит, корабль. Потом начинает набираться вода, чтобы уровень этой воды был такой же, как у той части Волги, в которую мы будем сейчас въезжать. Ну и если что-то цепью к этому дну прицеплено, то тот поплавок, который сейчас пока стоит на воде, плавает и цепь свободно лежит, он поднимается все выше, 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 потом цепь натягивается, потом этот поплавок скрывается под водой, а вода поднимается все больше и больше, пока уровень этой воды не будет с уровнем вот той части Волги, в которую мы переезжаем. Открывается ворота, и мы туда поплыли. А что вот с этими самыми поплавками? Это они потом, через некоторое время, когда снова закроются шлюзы, снова эту воду уберут для того, чтобы туда завести из верхней части корабли, вот они снова появятся на поверхности. Ну так вот и рабочие у нас. Зарплата у них ниже, ниже, ниже. Реальная зарплата, я имею в виду. И они, так сказать, как поплавки, начинают тонуть в этом обществе, начинают протестовать. И другие граждане тоже начинают протестовать по всяким разным причинам. Вот они соберутся большой толпой, выйдут на площадь, протестуют, а у правящего класса в России, поскольку у нас демократия, в владельческом офисе тоже была демократия, да? Что такое демократия? Демократия родилась как государство. Это форма государства. А что такое государство? Об этом мы еще будем говорить впереди. Ну, пока забегая вперед, скажу, что государство – это машина насилия, господствующего класса. То есть, если есть государство, если есть машина насилия, она применяется для того, чтобы обеспечивать господство правящего класса. И поэтому демократия с самого начала была демократией, которая, если ее расшифровывать чисто филологически, получается так, что демократия – это власть народа. Демос – это народ, кратия, крат – это власть. Кратия. То есть, власть народа. А кто считался народом? Раблоельцы считались народом. И еще некоторые свободные граждане, которые рабами не были, но и грабовладельцами не были, не было у них рабов. Их было очень немного. Вот это и есть народ. А все остальные – не народ. Поэтому родилась демократия, на нее молятся, какая мощная демократия была в Афинах, какая мощная демократия была в Риме. Настолько мощная, что любое восстание рабов могли безжалостно подавить. И при этой демократии каждый собственник раба мог этого раба убить. У нас демократия. Что хочет делать высший класс, он имеет право делать. Вот что значит демократия. Потом мы знаем, что в следующем обществе, которое было кеодальным, а кеодальным оно стало тоже по причинам производственным, по причинам общественного бытия. Там демократии как таковой не было вообще. Хотя элементы ее были. Например, в России у нас была демократия в Пскове и в Новгороде. Там соответствующие вещи были. Но как вы понимаете, в этом вещи, думаете, все крестьяне участвовали, что ли? Особенно крепостные. Как вы себе это представляете? Кто там собирался на это вече? Или те, кто имели у себя в собственности крестьян крепостных? Кто участвовал в этом вече? Ну вот поэтому, чтобы закончить эту мысль о том, что сам по себе протест, он представляет собой действие отрицательное. И вот в нынешнем обществе люди выходят на площади некоторых и протестуют против того, что происходит. И даже их содержание этого протеста можно в тех или иных случаях поддержать. Потому что оно, скажем, направлено на отрицание того, что неправильно делается, то, что является нарушением или если неправ, то интересов трудящихся. Но никакой позитивной идеи тут нет. Вот если я утверждаю, что туда не надо идти, вы можете сказать, куда я собираюсь пойти? Вот если я не собираюсь, не пойду на север. Я против того, чтобы идти на север. Куда я зову? Никуда я не зову. Потом после этих больших собраний или сборищ собираются люди и расходятся в разные стороны. И ничего их между собой вообще не объединяет. Потому что объединить может какая-то единая идея, единая мысль, единая цель, единое направление. А тут получается просто единое отрицание. Если мы все вместе отрицаем что-то, то в этом наше единство. Да никакого единства тут нет вообще. На отрицании никакого единства, никакого сполочения быть не может. Ну, вернемся к правовладельческому обществу. Оно появилось по какой причине? А по той простой причине, что в первобытно-общинном коммунизме в этом первобытно-общинном коммунизме производство было слабым, довольно низкого уровня. И производить кто-нибудь отдельной семьей, даже с отдельными работниками, не мог. Не позволял тот уровень производства, который был, не позволял ему обеспечить себя от других противников, от набегов других племен, от диких зверей и так далее. Поэтому производить можно было только совместно, простыми орудиями труда. Вот здесь нам для того, чтобы двигаться дальше, в рассмотрении общественного бытия и общественного сознания, нужно разобраться вообще в том, что такое производство, что такое средство производства и что такое производительное силы. Так вот, производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Обратите внимание, это не то же самое, что труд. Труд – это более простая категория. Труд – это целесообразная деятельность, направленная на приобретение, на получение материальных благ. Это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек преобразует вещество природы для творения своих потребностей. Обратите внимание, что само понятие труда – это как политэкономическое понятие, понятие физического труда. Дальше стали люди говорить в широком смысле о труде, имея в виду всякую полезную деятельность. Вот я сейчас лекцию вам читаю. Я думаю, что это признается обществом, что это полезно, нужно, важно. И более того, я представитель науки, доктор наук, но не ожидайте, что у меня изо рта сейчас выскочат жареные рябчики, перелетят в ту сторону, где стоит другой компьютер, который записывает мою лекцию, потом перелетят к вам, после того, как это будет вывешено, и вы будете это все смотреть. Вот это я вам никак насчет жареных рябчиков не гарантирую. Хотя вот такого рода идеи, которые идут, я думаю, не от простых людей, а от именно таких важных людей, которые являются докторами наукой и так далее, которые себя очень уважают, больше уважают, чем тех людей, которые создают материальные блага, которые начинают даже обрезать некоторые высказывания Маркса и Энгельса. И вдруг ты можешь прочитать, что оказывается наука, сейчас становится непосредственной производительной силой. Это что значит? Ну, видимо, что вот, если я ученый, то значит, сейчас вот все-таки вы этот жареный рябчик получите. Причем ссылаются на какое-нибудь положение Маркса. Ну, поскольку другие люди тоже, так сказать, в науке существуют и знают, что надо всякие ссылки проверять. Вот открываешь такое высказывание, а там написано у Маркса «Висшеншафт-Новлеч», то есть наука, «Висшеншафт-Новлеч» по-немецки, «Новлеч» знания, воплощается в основном капитале. А что такое воплощаться в основном капитале? Основные капиталы — это станки, машины, оборудование, здания, сооружения. То есть, когда это знание перестает быть просто знанием и воплощается уже в предметы, в вещи, в материальные объекты, когда оно превращается в средства производства, вот тогда оно становится материальной силой. Что тут непонятного? Это так все и понимали. Нет, отрежем начало. Наука становится непосредственной производительной силой. Уже это надо понимать так, что в нашу эпоху, в наше время, когда у нас есть телевизоры, телефоны мобильные и так далее, наука стала непосредственной производительной силой. Если долго-долго говорить по телефону, значит, много-много будет у нас верна. Или если очень долго смотреть что-нибудь, какие-нибудь фильмы, то у нас будет много мяса. Или коровы будут больше, если показывать коровам какие-нибудь фильмы про сено, они будут больше давать молока. Вообще она не давать. Или, так сказать, корма свежей. Вот такая с этим картина. Так вот, точное научное определение производства таковы, что производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества. То есть в понятие производства входит форма общества. Об этой форме общества должны поговорить. Потому что, что это за форма общества? А в понятие труда как раз общественные отношения не входят. Труд – это целесообразная деятельность по созданию материальных благ. Скажем, я копаю, при феодолизме я могу копать, при рыбовладении могу копать лопатой, могу при капитализме копать, могу при коммунизме копать. Так что это весь отвлечение, труд вообще, как понятие, отвлекается от формы общества, и акцент делает, собственно, на преобразовании природы. Это, как пишет Маркс, это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого он приспособляет вещество природы удовлетворения своих потребностей. Но вот обратите внимание, что не просто вот просто материальные блага, просто вот мы что-то там делаем. Это все-таки все время речь идет о человеке и природе. Если бы мы не забывали, что всякие труды – это взаимодействие человека и природы, то мы бы не сводили свою деятельность к тому, чтобы наделать много пластмассовых бутылок, выбросить бы их в мировой океан. И там у нас, где-то в районе ограниченном с одной стороны Азии, с другой Америкой, с юга Австралии находится остров миллион квадратных километров, составленный из пластмассовых бутылок, которые успели набросать, а течение, которое есть в мировом океане, собрали их вместе, и там погибают и морские животные, и рыбы. А это все будет памятником нашего отношения к природе на много-много сотен лет. Потому что если вы взяли какой-нибудь пакет, как раньше в пакетах продавали сахар, там, крупу, муку и так далее, насыпят вам пакетик, пакетик вы выбросите, а пакетик бумажный, а бумага еще делается. Бумага делается из древесины, поэтому через месяц это будет просто удобрение для, вашего участка, и все. А вот если вы хотите себя увековечить, напишите на любой пластмассовой бутылке свое имя, и через 200 лет вашу бутылку найдут, и прочитают ваше имя. Можете еще там Гоша написать, Гоша молодец, и вот прочитают, увидят, что Гоша молодец. Так что вот сейчас здорово мы научились делать. Поэтому вот вы сейчас можете наблюдать это вот некоторое безразличие, вроде бы, вопрос о том, из чего делать. Вот идете вы в магазин, можете купить пластмассовые стаканчики, а можете купить бумажные стаканчики. Бумажные стаканчики вас не увековечат. Пластмассовый стаканчик вас как нарушителей, разрушителей природы точно увековечат. Можете купить тарелки бумажные, они хорошие, с цветочками, красивые, удобные, легкие потом выбросил их и дело с концом. Они сами, так сказать, превратятся во что? В удобрения. А если вы пластмассовые тарелки взяли, то вот можете видеть огромные кучи мусора, которые потом то ли его сжигают, то ли там пытаются разделять и так далее. Ну и в итоге вот вы получаете такую вот ситуацию. Поэтому надо хорошо знать, что такое труд как образование природы человеком. Труд в политико-экономическом смысле. И вот социальная философия базируется на том, что она отличает труд в экономическом смысле от других видов полезной деятельности. Есть спорт, есть люди, которые являются писателями, великими писателями, без которых немыслим о развитии человечества. Есть ученые, есть политики и так далее. Но надо понимать, что в основе всякой духовной деятельности, любой творческой деятельности лежит прежде всего производство материальных благ. Не будет этого производства, все другие виды производства просто прекратят свое существование, а люди, которые ими занимаются, вымрут. Вот об этой основе не надо забывать. Поэтому, когда мы говорим о соотношении производства, общественного производства как общественное бытие и общественное сознание, вот мы должны усвоить главный такой важнейший фундаментальный принцип исторического материализма, а именно материализма, примененного к истории, который гласит, что общественное бытие определяет общественное сознание. Не дуального человека бытие не определяет. Моё сознание не зависит от того, что я ем и вообще от того, как я ем. А вот общественное бытие, оно определяет общественное сознание. Если у вас общественное бытие первобытно коммунистическое, то и сознание такое же. Вот какое это сознание первобытно-общинного общества? Начинают думать, что всё, что делается, это по воле каких-то неземных таких существ. Есть Бог ветра, есть солнце, тоже какой-то Бог. Есть гром, который всех устрашает, и он гораздо страшнее молнии, которая сразу бьёт, и всё. А гром так страшно гремит, так ужасно, что, наверное, это более страшное что-то, чем эта самая молния. А молния просто очень быстрая и короткая. Ну, убьёт одного человека. А молния заставляет становиться на колени всех. Дождь, который насылает на вас холод и прочее. Все вот эти невзгоды, они человеком подлухговоряются. Они человеку начинают приписывать этим явлениям природы человекообразную форму фантастическую. И на этой почве возникает фантастическое отражение реального мира. А это фантастическое отражение реального мира особое и называется религией. То есть, наши все эти земные дела и земные отношения, они представляются потом другом, двойном удваиваются и рассматриваются как процессы, которые идут на небесах. Поэтому, оказывается, почему-то мать Христа очень похожа на обычную, так сказать, женщину молодую, на обычную мать. А всякие преподобные, они кому подобные? Преподобные, они подобны Богу. А почему они подобны Богу? Потому что Боги подобны человеку. Потому что человек строит в своём сознании представление о Боге, исходя из того, что он наблюдает на земле. И поэтому религия это фантастическое отражение существующего мира. Вот что по этому поводу говорит социальная философия. Значит, если мы говорим о труде, тут очень немного элементов есть. Тот, кто трудится. Тот, кто трудится, называется, если это работник материального производства. Если он находится в трудовом процессе, он работник или просто рабочий. Рабочий это тот, кто создаёт материальные блага. Если человек материальные блага не создаёт, он рабочим называться не может. Работником можно называть, если работников сферы любви, сферы финансов. Работниками является, рабочими не является. Для того, что совершался труд, нужно иметь средство труда. Слово средство, оно от понятия средний термин. Вот я преобразовываю природу не голыми руками, а что-то ставлю между собой и природой. Вот то, что я ставлю между собой и природой, этот средний термин. Это вот орудие, с помощью которого изменяется сама природа. Из самой природы я беру это орудие. Сначала просто беру там палку или камень, а потом его переделываю и уже обрабатываю и вот совершенствую это средство труда. И вот это средство труда позволяет мне работать над предметом труда. Это то, что я преобразовываю. Это предмет труда. Но предмет труда это то, что я непосредственно преобразовываю. А есть объект моего труда. Объект моего труда может быть целое поле. А предмет моего труда вот этот участок этого поля или какая-то часть. Вот как взять не материальное производство, а взять сферу медицины. Вот вы сидите у зубного врача. Он врач. Правильно? Он же врач. И он плятву Гиппократа давал. И он не будет, наверное, вам лечить зубы, если у вас 41 градус температура. Потому что он понимает, что если он еще что-нибудь там будет делать, вы умрете. Вы прямо у него в кресле. Поэтому он, во-первых, врач. То есть, его деятельность направлена на человека, а не на его преобразование неживой природы. Он занимается медицинским обслуживанием. Его объект, его деятельность это люди. Человек юридический. А предмет? А предмет у него только ротовая полость. Причем стоматологи говорят. Стома. Стома это вот и есть ротовая полость. А логос что такое? Это знание. Они знают, как устроена ваша стома. И шуруют в этой вашей стоме. И они там вот этим и занимаются. Но не забывают о том, что они в общем-то врачи. Если они едут в поезде, кому-то стало плохо, и там никого кроме стоматологов нет, то поскольку они вот как вы учились и занимаетесь сейчас социальной философией, скажут, что есть какие-то философы? Потому что спасайте общество. Но вот также в поезде есть какие-то врачи. Но если есть стоматологи, так стоматологи будут спасать. В соответствии с тем, чему они научились, пока были студентами. Так вот, в трудовом процессе используются средства труда. И с помощью этого средства труда преобразовывают объект, который непосредственно той части, в какой он преобразовывается, становится предметом труда. И что в итоге получается? Продукт труда. Итак, вот есть. Главная производительная сила, это рабочие и трудящиеся. Это главная и вечная производительная сила. Главной производительной силой всего человечества, писал Олег, является рабочие и трудящиеся. В самых разных формах. Потому что были люди, которые работают на общинном обществе, трудились. Рабы трудились. Крепостные и крестьяне трудились. Рабочие трудились в капиталистическом обществе. Рабочие трудятся и в социалистическом обществе. А в полном коммунизме как таковых рабочих не будет, которые будут заниматься только физическим трудом. Они будут заниматься и физическим эмоциям. Поэтому нельзя будет их называть рабочими. Но в той части, в какой они будут выполнять труд преобразования материальных благ они будут выполнять этот труд так как делали в свое время рабочие другое дело что не будет деление на класса и каждый будет какую-то часть времени заниматься физическим трудом а какую-то часть времени умственным трудом и никто как писал Энгельс не будет перекладывать свою часть производительного труда на плечи других что мы наблюдаем сейчас особенно сейчас мы это наблюдаем вот скажем нам представители умственного труда сказали идите домой включайте там свои компьютеры выходите в сеть и продолжайте свою работу а что сказали товарищам рабочим а товарищам рабочим сказали так идите на работу и работайте и как вы знаете те люди которые даже не в таком положении как вот мои преподаватели находятся просто их их деятельность остановлена на время и зарплату им платят а рабочие которые занимаются работой непосредственно тем же трудом в прежних условиях только ухудшенных они выходят и как нам все время объясняют постоянно с утра до вечера вы рискуете жизнью и здоровьем не уходите не выходите дома они вы не показываетесь прячьтесь самоизолируетесь а в это время по отношению к рабочим что а вы идите и работаете и никаких разговоров и получите вы обычную зарплату хотя казалось бы уж наверно до зарплату по крайней мере двух раз надо за так работу в таких условиях это в особо опасных условиях они работают сейчас значит для нас они опасны для рабочих что они не опасны ну это вот говорит о том как современное буржуазное общество относится к рабочему классу она рассматривать его так как в свое время рабоводельцы рассматривали работу ну и умрет раб так мы другого найдем мы будем воевать и завоюем а здесь нарожают детей ничего страшного родятся новые появится если не родятся русские киргизы приедут таджики из других республик приедут к нам бывших республик советского союза так что вот мы наблюдаем примерно такую картину а в самом производстве какие моменты надо различать я сейчас говорил о труде это самое простое понятие в производстве есть труд есть производство труд это целесообразная деятельность по созданию материальных благ обмен веществ между человеком и природой в ходе которого человек преобразует вещество природы удовлетворение своих потребностей а производство а производство есть процесс присвоения предметов природы рамках определенной формы общества и посредством нее посредством нее средством уже является форма общества они просто какие-то средства производства но вот это определение производства, то есть, которое является основой вообще общества, производство является основой общества, мы должны разобрать прямо, буквально, по элементам. Процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Процесс. Что такое процесс, кто скажет? Процесс это не просто какое-то изменение. Процессом называется изменение во времени. Если это изменение во времени, это процесс. А если мы говорим о каких-то изменениях без учета времени, мы это процессом не называем. Например, говорят, что мысль быстрее всего. Это процесс. Она быстрее скорости света. И помните, наверное, сказку, в которой царевна задавала загадки тем, кто добивался ее руки, и говорила, что быстрее всего. И вот один все-таки догадался, быстрее всего мысль. А ученые говорят, что ничего нет быстрее скорости света. Но это совсем другое, потому что это не то движение, которое идет. А процессы, которые во времени, конечно, они подчиняются, все процессы, которые во времени, подчиняются физическим законам, в том числе и теории относительности. Вот в производстве есть процесс. Присвоение. Что такое присвоение? Вот жалко, вот сейчас я не могу взять ваш телефон и положить его себе в карман. Потому что это бы подходило под процесс присвоения. Это не надо путать с усвоением. Кушать ваш телефон я бы не стал. А вот если бы у вас там на столе лежала плитка шоколада, я ее в целях учебных подошел бы, значит, распечатал, несмотря на ваши, так сказать, протестующие взгляды. Особенно голодные. Вот поскольку у нас товарищи студенты получают такую стипендию, на которую я вот удивляюсь, то ли я потому читаю эту лекцию, что у нас коронавирус, то ли у нас просто такое наступило время, когда уже все студенты вымерли. Потому что сколько я не спрашивал, как я спрашиваю каждый раз, сколько у вас стипендий? Говорят, у нас стипендия 1600. Хорошо. Сколько вы можете прожить на эту стипендию? Девочка так, в историческом я преподавал, она так подумала, говорит, ну неделю. А у меня как раз лекции раз в неделю. Так что, я вот последний раз вас вижу, я спрашиваю. То есть, если я вот вас сейчас не вижу, то у меня это окрадывается страшное подозрение, что и так дело плохо с такой стипендией, потому что она не рассчитана на ваше пребывание. Я скажу, чтобы вы тихо, так сказать, не сразу вы умерли, получили стипендии и вы умерли, а вы умерли бы через неделю. Но тут появляются какие-то дополнительные факторы в виде ваших родителей, которые должны денно и ночь наработать, чтобы вы смогли получать образование, поскольку у нас свободное общество, капитализм. Я был не в свободном обществе, получал свое образование, я получал свое образование при социализме. У меня стипендия была сначала 35 рублей, потом 45 рублей, потом я получал Чебышевскую стипендию с одной четверки, 60 рублей, а у директора Кировского завода было 120 рублей зарплаты. И любой студент на свою стипендию мог прекрасно прожить. Тем более, что мы спускались в столовую, там были какие-то копейки стоят винегретик, там была горчица бесплатная и хлеб бесплатный. Поэтому, скажем, студенческая еда, типа, намазать горчицей хлебушек и купить за несколько копеек, не помню, 16 или 20 копеек, это винегрет, и перекусить не было проблем. И вообще не было проблем с тем, чтобы обеспечить существование студенту. Ну, сейчас это большая проблема. Тем более, что это удовольствие, с одной стороны, сжали, вместо специалистов, теперь готовят бакалару, за 4 года. Один год, так сказать, убрали. Заодно убрали всех тех преподавателей, и не надо уже этих преподавателей кормить. Пятая часть, правда, если учеба продолжается не 5 лет, а 4 года, значит, этих пятая часть преподавателей не нужна. Их надо убирать. Под разными словами. Есть разные формы, соединение институтов, придумывание того, что надо иметь большие потоки, и так далее, и так далее. Короче говоря, нет у нас специалистов не готовят, готовим бакалавр. Бакалавр, как, наверное, вы знаете, не имеет права преподавать в УЗИ, не имеет права поступать в аспирантуру. А если он хочет получить такое право, тогда давайте в магистр. Закончите 4 года, и теперь попытайтесь попасть в магистратуру. А магистратура есть не по всем специальностям. И в магистратуру можно попасть независимо от того, где вы были. У нас вот были дни философии в Петербурге, приезжал декан философского факультета из МГУ и говорит, ну вот мы смотрим в магистратуре философской уровень образования примерно такой. После окончания двух лет этой самой магистратуры, это два курса философского факультета. Вот результат. Поэтому, тут даже как-то и Владимир Владимирович выразился, что это заявление такое нам было, когда он учился, тоже этого чуда не было. И это чудо, как говорится, кто-то нам привез, как всякую заразу, из других стран. У нас же самое лучшее было образование, а теперь такое же, как в других странах. Мы теперь все как-то можем гордиться тем, что у нас такой же уровень. У нас тоже скоро будут, так сказать, на пальцах считать и складывать так, как это делают всех людей, всех странах, где образование слабое. Ну, кто не знает, что у нас образование было лучше, а как можно было запустить спутник и запустить человека в космос первыми, если у нас экономика была на втором месте в мире, а не на первом, благодаря науке и благодаря образованию, которое было в Советском Союзе. Итак, производство, есть процесс, присвоение. Так что такое присвоение? Это я еще не ответил на этот вопрос, и вы еще не ответили. Присвоение – это значит превращение в процесс своей жизнедеятельности. Вот вы пока будете доказывать, что телефон ваш, я вам начну на нем набирать, звонить, и говорить, Сережа, ты как там? У меня сейчас лекция, а у тебя чего? А вы, ну, так, ничего. А потом раз и положил в свой карман. Это что такое? Это присвоение. Но это относится к таким предметам, которые являются, не являются предметами употребления. А вот если у вас шоколад стоял, так я его могу не только предметом присвоения сделать, но и при этом усвоение, для этого я отломить могу кусочек и положить в рот. Это я усваиваю, а не присваиваю. Потом, если вы будете сильно кричать по поводу вашего телефона, я отдам, и вы обратно его присвоите. А есть еще понятие такое владение. А владение – это фактическое господство. Когда я взял ваш телефон, вот сейчас телефон ваш, я не спорю вам, ваш, ваш. Кто сейчас владелец? Вот видите форточка, да? Вот сейчас подхожу, форточка, и бросаю его. А по тем законам физическим, которые мы изучали, этот ваш телефон будет с ускорением. Ж. 9,8 метров в секунду падать на землю и посмотрим. Интересно, потом мы выйдем, посмотрим, разбился или не разбился. Вот это называется владение. Владение – это физическое господство над вещью. А вы будете говорить, я собственник, да я не спорю, что вы собственник. Вы собственник, а я владелец, я выбросую, и все. А я пойду в суд, идите. Идите в суд. Тогда вы будете, когда пойдете в суд, будете естественно, а я буду ответчик. Это уже разные категории, другие. А мы сейчас разбираем вот фактические категории. Не надо путать собственность и владение. Владелец, он может превратиться в собственника. Когда? Когда это будет его общественными отношениями закреплено. А как закрепить общественные отношения? Мы сейчас договоримся, вот я взял ваш телефон, а со всеми остальными студентами мы договоримся, что кто будет... Да, конечно, это Михаил Васильевич. Вот видите, какой у него новый красивый телефон. У студента при своей этой стипендии 1600 рублей может быть такой телефон. Ну подумайте сами. То есть это вообще... Как вам не стыдно? Молодой человек, вы наговариваете на профессора, доктора наук, что якобы у вас взяли. Вы с ума сошли. Вас надо отчислить из нашего университета, который готовит президентов и премьеров. Вы не подходите под нашим университетом. Вот как может получаться в жизни. То есть надо знать все эти категории. Так вот, производство есть процесс присвоения. То есть присвоение, это значит превращение в процесс своей жизнедеятельности. То, что вы присваиваете. То есть то, что было каким-то предметом природы, так и было для нас просто объектом наблюдения, оно постановится предметом присвоения. Мы с помощью средства производства, вот того средства, с помощью которого мы это делаем, с помощью средства труда присваиваем. это средство труда становится средством производства. Процесс присвоения предметов природы. Ну предметов природы, вот посмотрите на потолок, это предмет природы или нет? Ага, что это? А кто это? Бог что ли сделал? Нет? Это же природа, но какая? А человечная? Мы сейчас не говорим, а человечная природа? Нет, потому что если вы возьмете, допустим, чугун, это предмет природы. А как он получен? Он получен с помощью железной руды и кокса. Если вы будете деревом топить печек, который вы хотите растопить, вы будете сто лет топить и никогда не растопить. А если вы с помощью древесины хотите все-таки как-то решить эту проблему и не прибегать к каменному углю, то вы должны сначала сделать древесный уголь, то есть при малом доступе воздуха превратите этот уголь в ваши дрова. А вот тогда температура древесного угля будет примерно тысяча сто градусов. Поэтому и печки вот топят люди, которые хотят натопить печь и сделать, чтобы было тепло у вас на даче. Они просто сидят у камена, как в Англии. Сколько тепло идет, оно уже выходит. Поэтому вечно они путаются. Всегда вы видите, они в клетчатом таком или плаще или плед у них клетчатый. Потому что не нагреешься от этого камина. А от печки так нагреешься, что еще и рубашку будешь снимать. А почему? А потому что там, если вы будете просто топить, мне один товарищ, коллега рассказывал, что отец ему объяснял, что если ты приедешь и будешь, там кругом лес, дров сколько хочешь, вот ты с утра до вечера будешь топить. Сколько будет температура печи? 500 градусов. А ты дождись, когда вот ты заложил дрова, вот это все сгорит, превратятся в угли. А угли когда? Когда уже не бегают синие огоньки, синие огоньки не бегают. Потому что синие огоньки это СО. Если вы синими огоньками закроете печь, то вы угорите. А если у вас много, там большая печь, и вы еще ляжете спать, или у вас низкая ваша лежанка, СО, он опускается вниз, то вы можете умереть. Поэтому закрывать можно только тогда, когда нет чиних огоньков, а все красные угли. Вот у красных углей температура 1100 градусов. Поэтому вот если иметь угли, и с помощью этих углей можно плавить чугун. Но сейчас делают по-другому. Сейчас находят уголь каменный под землей. Либо разрабатывают так, как в Кулбасе, то есть делают штрафт и роют, либо в Донбассе. А в Кулбасе просто снимают верхние слои и прямо грибут экскаваторами этот самый каменный уголь. А каменный уголь, это же продукт растительного происхождения. Ну, вот долго-долго пролежавший под землей. Его превращают в кокс. Для этого существуют коксовые батареи. Докладывают туда этот кокс, нагревается, и все вот эти жидкости, и ненужные газы все выходят, и получается кокс. Такие легкие куски кокса из кусков угля. Пористые все. Вот этот кокс имеет температуру горения такую, что она спокойно позволяет топить, то есть позволяет плавить чугун. А вот из чугуна уже делается сталь. Это вот следующий передел. А чтобы сделать сталь, надо к чугуну добавлять еще углерод в разных. И разные есть присадки. Марганец, или никель, и так далее. И вы получаете самые разные виды стальных изделий. Одни ломкие, другие упругие, наоборот. Третьи, как клинки, так выступают. Они подвергаются ковке. А вы можете сделать такой неупругий клинок, что если попытаетесь ковать его, то он сразу разобьется и разлетится на мелкие части. Так что это какой-то длительный процесс. Но это что? Процесс присвоения предметов природы. Возвращаясь к вашему потолку, к нашему. Я же его назвал. А если я назвал, значит, должно вернуться. Потолок — это природа. Но какая? А человечина? Это же люди сделали. Из чего сделали? Из того, что есть в природе. А из чего они это сделали? Даже если вы возьмете эту самую пластмассу, которая болтается сейчас в Мировом океане, и эти все бутылки, которые образуют остров. Они еще сделали. Из газа. Да, газ откуда берется? Он же природный газ. А природный газ откуда берется? Из природы. Только это и есть природа как газ. Ну так вот, из этой природы делают уже человечную природу. Только эти люди, которые делают эту человечную природу, они тем, что есть у человека, головой не думают. Или так устроено общество, в котором думают совсем о другом. Не о том, что будет с природой, а сколько и что будет с моими карманами. Если нужно набить мои карманы как можно быстрее, и чтобы они были как можно толще, то плевать на природу. Вы можете в этой природе загаженной оставаться, а я, если я капиталист и собственник соответствующей фабрики, я поплыву на острова и буду там жить в тёплых морях. А сюда по электронной почте запросы посылать своему представителю, управляющему, чтобы он мне докладывал, какая у меня прибыль. И как только прибыль будет меньше, я его убираю и ставлю кого-то из вас. Идите ко мне на работу, будьте управляющим. А мне там плевать тогда на то, что там происходит с природой. Я-то у меня всё хорошо. Вот так дело обстоит уже в современном капиталистическом обществе. Возвращаемся к понятию производства. В производстве есть процесс присвоения предметов природы в рамках определённой формы общества. Почему? Потому что для того, чтобы производить в обществе, нужно вступать в определённые отношения. Вот эти отношения, в которые люди вступают. И которые необходимы для того, чтобы вести производство, необходимые для процесса труда, для преобразования природы, называются производственными отношениями. То есть производственные отношения – это те отношения, в которые люди вступают, чтобы производить материальные благ. Вот теперь смотрите, мы из определения производства почти всё знаем. Процесс производства предметов природы в рамках определённой формы общества и посредственной. А производственные отношения разные бывают. А какие производственные отношения – такая и форма общества. Поэтому за все время существования общества обнаружено не так много форм общества. Если совсем кратко говорить, то получится всего три формы. Первая – общество. Даже две формы. Есть производство, основанное на общественной собственности. Это что это такое? Это первобытный коммунизм. Или первобытный общинный строитель. Он на каком производстве, которое дает общественную собственность, собственность общины. А после этого были рабовладения, феодализм, капитализм. Потом коммунизм в первой фазе. А полного коммунизма еще никогда не было ни в одной стране. И вот полный коммунизм – это снова коммунизм. Но коммунизм, который обогащен всем развитием человечества, которое прошло. То есть коммунизм появляется дважды. Один раз как непосредственный коммунизм первобытной общины. И коммунизм как венец преобразования общества. Когда он снова приходит к тому, что было изначально, но к такому, которое содержит в себе все достижения предыдущих формаций. А какие предыдущие формации? А предыдущие три формации основаны на частной собственности. Что такое частная собственность? Частная собственность – это собственность части. Вот если мы все имеем собственность, а вы, товарищ Иванов, собственность не имеете, это собственность у нас частная. Потому что мы хоть почти все, кроме одного – это часть общества. Или вы один имеете, а мы никто не имеем. Это тоже частная собственность. Часть общества любая. Либо один человек, либо два, либо три, либо тысячи, либо миллион частных собственников. Вот частная собственность, если на частной собственность основана производства, то таких мы знаем три формы общества. Первая – это рабовладельческое общество, где есть хозяева средств производства. И сам человек тоже рассматривается как средство производства. Раб. То есть это говорящие орудия. Несмотря на то, что он до поражения в этой межплеменной войне, он может быть был вождем племени, и он обученный, и смелый, и гордый, и умный, и так далее. А теперь он раб. Это что такое? Это говорящие орудия. То есть его задача делать то, что скажет ему рабовладелец. А если он что-то не будет делать, рабовладелец имеет право его убить. Это самая основа римского права. Сейчас иногда люди так говорят, вот, римское право, римское право, как здорово. Действительно, очень здорово. Если вы раб, то я могу вас убить. Вот это очень здорово, особенно вам. Если вас можно убить в любом моменте. Причем это может сделать и сам рабовладелец, и сообща они готовятся к тому, что если будет восстание рабов, то безжалостно будут подавлять это восстание рабов, как они безжалостно подавили восстание Спартака. Но память о Спартаке живет, поскольку у нас есть футбольная команда Спартак. Вот такая картина. Ну, а если вы возьмете общество феодальное, то тут уже работник не является просто говорящим орудием. Его нельзя взять и убить. Не то, чтобы не его не убивал. Помещики убивали. Но они бы особой ответственности за это не имели. Но считалось, что это нарушение. Потому что крепостного можно зато продать. Семьей, без семьи, землей, без земли. Как угодно. Его можно продать или подарить. Вот, допустим, понравился у меня молодой человек. Я вот его подарил этой девушке. Если я их отдал. Могу? Могу. Крепостного. И как богатство мерилось пропастического общества феодального? Ну, примерно так, как богатство владельческого общества. У кого больше рабов, тот и более богат. Правильно? Потому что больше людей, которые создают для него материальные блага. А тут крестьян. И до того это было важно, что даже приписывали себе. Отсюда и Воголевский роман «Мертвые души». «Мертвые души» приписывали себе некоторые, чтобы в свете выглядеть более солидными. человек крепостных, а 150. Если приписать еще к 135, то 15 будет 150. А если 15 приписать 135, то уже будет 150. И тогда я солидный человек, солидный барин. И тогда меня принимают в свете. А если у меня только двое крепостных, мне никто руке не подаст. Ну, кроме крепостных. А крепостными вообще никто на руку, как известно, не старовался. Они должны шапку ломать перед барином. Вот какое разделение. Такое было. А как это связано с производством? А связано с производством это так. Что первое деление появления рабовладического общества связано с тем, что выжить можно было не только всем вместе. на основе общественной собственности. Но если у вас есть пленники, которых вы до этого убивали, а убивали пленников не из жестокости. Потому что средства производства были такие, что он может создать материальные блага только на свое прокормление. А вот если у нас уже такие средства производства, то усовершенствование орудия труда. Настолько, что он может создать средства пропитания для меня и для себя, то тогда можно его эксплуатировать. Тогда не надо его убивать. Тогда надо его заставить работать. И так появилось рабство. Выделились отдельные семьи из первобытно-общинного коммунизма. Первобытно-общинный строй разложился. И появились у нас рабовладельческие латифундии, в рамках которых производство было планомерным. Там были управляющие, которые говорили, что и как делать. Уже развивалась наука, искусство, появились более современные орудия. Но выяснилось, что это производство рабовладельческое ограничено. Чем оно ограничено? А потому что нельзя дать рабу сложное орудие. Он, конечно, специально так вот ломать его не будет. Но постарается сделать так, чтобы оно сломалось. Почему? Потому что раб рассматривает все эти орудия не так, как рабовладельцы. Рабовладельцы считают, что теперь у меня новое современное орудие производства, которое позволит мне увеличить количество верна. А как рассматривает это раб? А теперь у вас новое орудие, которое позволит еще больше меня закабалить. Поэтому он не старается не улучшить работу с помощью этого орудия. Возможно, его и сломать. Не знаю, видели вы такие картинки, когда я был в школе, и нам показывали картинку, когда раб собирает виноград. А чтобы он не срывал виноград, то и не ел. Хотя много же и не ешь, и съешь винограда. Но все равно, чтобы он этого не делал, такой был деревянный шарф, жабо. Деревянный. Одет ему на шею и завязан. Чтобы это сказать, вот он взять может любой гроздь виноградную, донеси до рта, он не может, ему мешает вот этот, так сказать, деревянный воротник. Ну, вот примерно таким деревянным воротником были и те средства производства, которые усовершенствовались. Вроде и наука уже развивалась, а машины начали появляться первые. А производство не сдвигалось с места. Почему? По той простой причине, что раб плохой работник. Раб знает, что он собственность, раба могут убить в любой момент. И, так сказать, на такой основе развития производительных сил бурного ожидать не приходится. Вот почему, с одной стороны, гнет рабовладельцев над рабами стал ослабевать, а с другой стороны, когда эти крупные государства рабовладельческие стали совершать соседи набеги и разбивать эти государства, а разбивали их потому, что руководители этих обществ рабовладельцев, они, поскольку не занимаются трудом, они разложились. Они же, это было общество уже паразитов. То есть, правящий класс – это класс паразитов, и эти паразиты, естественно, не могли так развиваться, как нормальные люди. И поэтому рабовладение пало, рабовладельческие государства пали под ударами варваров. Но варвары, они называются варварами, но на самом деле они содействовали и способствовали тому, чтобы рабовладением было дело покончено, а новые государства, когда уже создавались, они уже создавались на других основах, что можно работника купить, можно завоевать, можно продать. Семлей, без земли, семьей, без семьи, но можно его бить плетьми, но нельзя его убивать. А раз нельзя его убивать, то уже по-другому построены были отношения. Надо было три или четыре дня работнику проработать на барщине, а так ему помещик выделял землю, на всю общину выделял, а вы крестьяне между собой можете каждый год переделять, чтобы у вас там кому-то была неудобная земля, а на следующий год вам удобную землю и так далее. Он выделял им землю, вы можете сами решать, что сеять, как убирать, как обрабатывать. При этом можете общинным путем за этим за всем следить. Чем больше будет у вас детей, тем лучше. Помещик заинтересован в том, что крестьянин имел большие семьи, и что у него чем больше семьи, по 13, по 15 детей. Красота! Много крепостных получается. Поэтому начался довольно быстрый рост вот этих работников, а вот работники эти трудящиеся называются производительной силой. Производительная сила – это трудящийся работник, который создает материальные блага. А другой производительной силой являются сами средства производства. То есть работники и средства производства – это производительные силы общества. А в зависимости от того, каковы производительные силы общества, находятся и общественные отношения. Вот, что важно знать. понимать. И вот таким образом развивается крепостническое производство. Более свободно себя чувствует работник. Он три дня отработал на барина. Все. Дальше он занимается своим делом. У барина есть управляющий, который организует труд крепостных крестьян. Там есть полномерность, там кооперация. Кооперация такая форма труда, при которой много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. А крестьяне потом на своем клочке может использовать то, что он видел, как надо обрабатывать, как надо делать. Может быть иногда ему хорошие семена даст барин, если будешь хорошо себя вести по отношению к барину и так далее. И барин в случае голода не допустит, чтобы погибли все крестьяне. Ну представьте себе, что я вот ваш помещик и вдруг голод, вам нечего есть. Так надо обязательно вас как-то подкормить, открыть эмбар, дать вам зерно. Ну и сказал, ну ничего, потом в следующем году отдадите по цене в два раза больше. А сейчас вот получайте. А иначе если вы умрете, так я умру. Я-то ведь сам-то работать не буду. Так? Помещик себя ведет, он же не работает. Значит, единственный способ ему выжить это сделать так, чтобы на него работали. Вот такая вещь. И таким образом получается складальное производство. А дальше за ним идет капиталистическое производство, где вообще все свободны. От чего? От всего. Вот самые не свободные, это люди, у которых есть фабрика и заводы. У них есть средства производства. Представляете, вот у вас есть фабрика. Какие проблемы? Надо охранять, надо организовывать производство, закупать, продавать, назначать людей и так далее. Вот. Хотя можно, конечно, назначить за деньги каких-то управляющих, но все равно это хлопоты. Все равно беспокоиться будешь. А вот рабочий, он абсолютно свободен. У него ничего нет. И самое интересное, что он свободен еще и от жизненных средств. То есть, кушать ему нечего. Если он не будет работать денно и ночно на хозяину фабрики, то он не сможет жить. Поэтому вот эта свобода, это свобода от всего. Ружавная свобода. И в этом офисе господином по-прежнему является тот, кто является хозяином средств производства. При феодализме господином являлись хозяева средствизм производства. При рабовладении господами являлись хозяева средствами производства. Но там еще они были непосредственно собственниками самого трудящегося и при рабовладении, и при эфидализме. А вот тут они уже не собственники трудящихся, они собственники только средств. Этого достаточно, потому что никуда этот работник не денется, он погуляет немножко свободный, и потом придет и скажет, а нельзя ли к вам пойти на работу, потому что где он никаких средств производства не получит, кроме как у тех, кто обладает средствами производства. Соответственно, во всех вот этих обществах какое производство, то какое общественное сознание. Почему? Потому что общественное сознание определяет господствующий класс. И если в обществе господствует класс рабовладельцев, то сознание этого общества какое? Сознание рабовладельческое. То есть, поскольку идеология господствующего класса является господствующей идеологией. Это не значит, что тут нет идей, которые были бы противоположны. Но эти идеи подавляются. Эти идеи не распространяются. Эти идеи не могут завоевать большинство. Точно так же, как, скажем, в первобытном общинном коммунизме, там, где был матриархат, где мужчины ходили, собирали необходимые продукты, добывали, а женщины все распределяли, чтобы хватило и на мужчины, и на женщины, и на детей. Вот там такое сознание первобытное коммунистическое. Но первобытное коммунистическое. Вот эти скудные допасы, припасы, которые есть, все-таки надо так разделить, чтобы никто не умер. И чтобы община существовала. А вот, например, в нашем свободном капиталистическом обществе, если человек лишился работы, и у него, как вы знаете, мошенники отобрали квартиру, у него не осталось никакой собственности, он умрет, на это никто не обращает внимания. У нас есть такая услуга, когда вдруг найдут погибшего человека, его завернут в полиэтилен, и похоронят за государственный счет в полиэтиленовом мешке. И все. Как-то я был в связи с неприятными событиями в моей семье, маму хоронил. И вот в крематории вдруг смотрю, захожу в одну из комнат, там лежат черные старушки, черного цвета, как негры. Ну, мертвые. И запах соответствующий. А это вот как раз те самые старушки, у которых ничего не было, нет уже родных, нет детей, нет внуков. Они умерли, а потом через какое-то время, через несколько месяцев их нашли в их собственной комнате. И государство их похоронило. Потому что государство не бросает их. Оно не бросит вас. Обязательно вас похоронят. Но кормить вас никто просто так не будет. Как вы понимаете. Вот такая ситуация. То есть, в буржуазном обществе сознание построено на том, что тот, у кого есть средства производства, тот господин. Идеология господствующего класса является господствующей идеологией. Поэтому, если вы хотите, чтобы такого не было, чтобы не было господствующей идеологии, надо, чтобы общество не разделялось на господ и тех, кто прислуживает этим господам, кто на них работает. Такое общество называется коммунистическое. А первая фаза такого общества называется социализмом. А для того, чтобы было коммунистическое общество, надо снова вернуться к коммунизму. А это целый переворот. Это очень сложно. Это очень трудно. Поэтому удержаться, скажем, государству, которое переходит к тому, что власть в свои руки берут трудящиеся, в лице рабочего класса, им очень сложно. Поэтому, скажем, и очень многие государства, которые стали социалистическими, а снова потом превратились в буржуазные. Но, начиная с 1917 года, у нас на земле никогда не было такой ситуации, чтобы не было социалистических государств. То есть это было, так сказать, шествие развития социалистических государств. При том, что потери были постоянные. Ну вот мы знаем с вами, что в 1917 году состоялась Великая Октябрьская социалистическая революция. Столития, которая была отмечена мировым трудящимся человечеством с уважением, а мировой буржуазии с отрицанием. Она не хочет считать ее революцией, это переворот, это ужасно, так сказать, эти люди хуже образованные взяли власть. Да, они, может, и хуже образованные, но они думали не о том, как свое образование употребить на угнетение основной массы народа, а думали о том, как свое образование употребить на развитие всех членов общества, поскольку задачей и целью социалистического производства и коммунистического производства, которое является, так сказать, как бы, другой, более высокой стадией, полный коммунизм является более высокой стадией, чем неполный, который называется социализм. Целью такого производства является обеспечение полного благосостояния и свободного, всестороннего развития всех членов общества. И вот поскольку господствующим в этом обществе, в обществе, в котором была создана общественная собственность является то пока рабочий класс и пока укреплялся социализм и развивался социализм, то идеологией рабочего класса и общественным сознанием было сознание пролетарское, коммунистическое. И наоборот, вот скажем, поскольку в Советском Союзе произошла антрреволюция в 1961 году, в связи с тем, что события как бы пошли назад, как в этом самом кино, когда крутят обратно ленту в противоположную сторону. И в итоге мы снова пришли к капитализму, то есть мы пришли назад в то общество свободное, в котором все трудящиеся свободны от средств существования. И поэтому единственный способ их самим существовать, это пока остается такое общество работать на капиталистов, на собственников средств производства и готовить новую социалистическую революцию. Никакого другого тут варианта нет. ну одни действительно создают партию, в профсоюзах и ставят свои задачи возродить снова социализм в нашей стране, другие относятся к этому таким образом, что есть, то и есть. И так сказать, они думают, что они будут больше работать и больше будут получать. ну у нас те рабочие, которые проводят забастовки и которые добиваются повышения своей зарплаты в два и в три раза, они все в один голос говорят, если вы хотите повысить свою зарплату, надо использовать конституционное право на забастовку, которое есть в нашей конституции и есть записано в трудовом кодексе. А если вы думаете, что вы будете больше работать, то будете больше получать, да ничего подобного. Что вы не видите, что цены-то повышают, причем цены вам рассказывают, что они сами растут, а вы никогда не смотрели на ценник, если вы смотрите на ценник, что там прям цены так и растут сами? Нет. Приходит кто-нибудь и вместо этого ценника ставит другой, там уже другая цифра, а потом снова приходит и раньше это делали типографским образом, поскольку не быстро росли цены, а сейчас типографским образом это же будет очень медленно. Поэтому сейчас либо эти цены вручную пишут, или уже, так сказать, они быстренько на компьютере набираются и у вас уже новые значки быстро, цены изменились. То есть таким образом что происходит? Что цены растут и тем самым покупательная способность ваша убывает. И если цены растут быстрее, чем растет ваша зарплата, то это означает, что реальные заработная плата и стипендия, и пенсия, они убывают, убывают, убывают. Какой вывод мы должны сделать из-за рассмотрения всего этого процесса движения общественного бытия, то есть материального производства и общественного сознания, что общественное бытие является определяющим, общественное сознание определяется этим самым общественным бытием. Но это не так надо понимать, что если вы живете в капиталистическом обществе, то у всех буржуазное сознание. Нет. У Марса Энгельса не было буржуазное сознание, и у Ленина не было, и у Дзержинского не было, и у многих людей не было. Но поскольку господствует буржуазный класс, то все определители воли у него в руках. И газеты, и книгоиздания в его руках. И сейчас это и радио, и телевидение. Как вы думаете, кто определяет содержание телевидения? Те, кто смотрит, или те, кто имеет в руках это телевидение? Я думаю, каждый догадается и поймет, что тот, у кого в руках телевидение, тот и определяет. Кто определяет сейчас содержание моей лекции? Вы, которые смотрите, или я, который сижу и лекцию запиху? Я, конечно, сейчас определяю. Именно потому, что у меня в руках возможность эту самую лекцию читать. Это касается не только духовных благ, это всего касается. Ну, а книги, какие издательства решают, которые кому-то принадлежат, они решают, что издавать, что не издавать. Можно вашу прекрасную идею издать тиражом пять тысяч, или пятьсот штук, или сто штук. Как вот сейчас у нас стали тиражи наших книг у профессоров. Сто штук или триста штук. Ну, а вот, когда я был молодой преподавателем, первая моя книга была, выходила вместе с профессором Моисеенко демократический централизм, основной принцип управления социалистической экономикой при социализме в издательстве Лены Сдат. У нас был тираж пятнадцать тысяч. Я таких тиражей вообще сейчас не видел. У меня больше таких тиражей никогда и не было. Нет, было. Еще было последнее, когда заказ был к социализму. Мы вместе с профессором Долговым и с профессором Юльвеевым опубликовали книгу «Выбор нового курса», направленную против тех, кто разрушал социализм. В том числе против моего однофамильца говорил Харитон Чапопов, который в свое время отзыв мне написал на докторскую положительный, который стал выступать вдруг за десоветизацию, де-идеологизацию и тому подобное. Вот эта книга в издательстве «Мысли» вышла тиражом пятьдесят тысяч экземпляров. А сейчас ну вот у меня самая основная книга большая на которой называется «Социальная диалектика» пятьсот экземпляров. Видите разницу пятьсот и пятьдесят тысяч? Потому что в этом обществе так сказать ну вот какие у вас деньги, такие у вас тиражи. Поэтому распространяется то, что выгодно правящему классу. что нужно навсегда запомнить, что идеология господствующего класса является господствующей идеологией. Это очень важно запомнить, потому что если вы хотите предсказать итог выборов, я думаю, что вы понимаете, что кто осуществляет выбор, осуществляет выбор на самом деле правящий класс, поскольку он держит в руках все определители воли и гарантия сто процентов, что победят те кандидаты, которых предлагает правящий класс. Ну или по-другому можно поставить вопрос, кто выше Путин или буржуазии. Буржуазии подчиняются Путину или Путин подчиняется буржуазии. Ну подумайте сами. Поэтому хоть некоторые там вот нападают, так, так, Путин не то сказал, не то сделал, это сделал, или наоборот хвалят. Ну вы должны понимать, что при известном самостоятельности президента, как и других руководителей государственных. Это государство, это есть орган какого класса? Буржуазного класса. Поэтому наивным было бы считать, что дело все в личности. В личностях тоже немало моментов есть, которые обязательно себя проявляют. Но определяющим является не личность, а тот правящий класс, который господствует. почему? Потому что общественное бытие определяет общественное сознание. Вот это мы должны с вами запомнить, это основополагающий, важнейший, ключевой тезис исторического материализма. Кто, кто этого не усвоил, о чем у нас сегодня шла речь, тот никогда ни в чем, ни в каких общественных делах не разберется, и никогда он не будет стоять на твердых позициях. Поэтому, кто не будет знать на экзамене, что общественное бытие определяет общественное сознание тому два. Почему два? Потому что единицы нам не дают. А так надо было единицу поставить. Прошу это запомнить и изучить. А у нас будет перед занятием, перед экзаменом обязательно консультация. Я не думаю, что консультация у нас будет заочная. Будем надеяться, что мы победим этот самый коронавирус, и мы с вами не в режиме самоизоляции. Вы же не изолируетесь от моей лекции, и я не изолируюсь от вас, поскольку вы мои студенты. Я для вас лекцию читаю, а вы ее слушаете. Где самоизоляция? Имелось в виду, что не надо физически трогать. Совсем не обязательно приходить к нам в одну аудиторию, и в этой аудитории обязательно встречаться. Наша аудитория может быть очень широкой. И мы можем с вами свои задачи решать, в том числе с помощью современной технологии распространения и передачи информации. Что мы делаем сейчас, поскольку это задача, которая не только мной решается, я и раньше записывал свои лекции, лекции за другие годы вы можете использовать для подготовки. Зайдите на сайт фонда рабочей академии на YouTube, это канал фонда рабочей академии, там есть лекции по социальной философии за прошлые годы. Я думаю, вам будет интересно посмотреть, а что я раньше говорил. Может, я раньше говорил одно, а сейчас другое. Или, если я говорю похожее, то в чем разница между тем, что я раньше продавал и что сейчас. Ну, поскольку я не читаю по бумажке, а учитываю тех студентов, с которыми я занимаюсь, разница есть. И учитывать приходится и состояние общества, и то, какие сейчас моменты являются актуальны, потому что хорошая лекция, она не может абстрагироваться от состояния общественного сознания в данное время и в данный момент. Но, в всяком случае, у нас материал для сдачи экзамена накоплен большой, и на канале специально есть плейлисты, есть плейлист социальная философия, и вы можете пользоваться, посмотреть лекции и того года, и этого года, и эту лекцию, и так далее. Я, лекции этого года, они тоже будут выстроены и пополнят копилку, в которой находятся лекции по социальной философии. Желаю вам успеха, на консультацию вы будете задавать вопросы, а я буду на все вопросы отвечать, и буду отвечать до тех пор, пока не закончатся вопросы. Сколько бы это не заняло времени, если 5 часов, 5-10 часов, 10, если 20 часов, 20 часов буду отвечать на ваши вопросы. А дальше мы будем решать, как будем выезжать. разрешим когда-нибудь эти проблемы. Спасибо за внимание. До следующей лекции. Следующая лекция у нас будет по теме общественная экономическая информация. Общественная экономическая информация. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok